Интервью на Шадринфо Расскажите, где и как проходила церемония награждения? Бесспорно, это победа всего коллектива школы. От мало, как говорится, до велика. Все приняли участие, чтобы школа стала победителем. Церемония награждения проходила в Москве, в музыкальном театре «Геликон-Опера». 14 ноября нам вручили в торжественной обстановке вот эти красивые дипломы. И вот среди каких школ мы оказались? Это все-таки школы крупных городов или есть тоже победители? Ой, абсолютно. Карта огромная. Городов это были и какие-то районы, и совсем далекие. Даже, представляете, из Камчатки была школа музыкальная. Теперь рядом со мной, вот я познакомилась, сидел директор музыкальной школы из Татарстана, из Казани. Вот. Рядом была Кабардино-Балкария. То есть вот карта огромная, школ. Ну, 50 школ. Какие-то мероприятия были помимо вот самой церемонии? Да, были. Были открытые уроки. Ну, открытые уроки, они были по художественному образованию непосредственно. Но мне удалось побывать в детской музыкальной школе имени Шибалина. Очень интересная школа. Ну, так, кое-что мы для себя там взяли. Интересно было. Конечно, был вот этот красивый галоконцерт, где выступали лучшие коллективы, одаренная молодежь. Ну, и как так получилось, что все-таки вот наша школа оказалась вот наравне вот с музыкантами, со школами такого уровня? Ну, мы же стараемся, работаем. Ну, попытка-то была уже, как бы мы и раньше думали принять участие. Но как-то мне казалось, что-то нам не хватает. Вот. А уж в этом году было хорошее портфолио сделано. И, конечно, фильм. Фильм о школе. И все. И дать понравились наши документы. Вы следите за жизнью своих выпускников? Ой, конечно, следим, отслеживаем. Но не все удается. Почему? Потому что вы же не всегда вот так вот. Сначала-то вроде как обрадуете, а потом у вас своя уже жизнь такая студенческая начинается. И не все, конечно. Но основные вот ребята, конечно, звонят, приходят. Приходят в школу, встречаются с учителями. Нам же ведь вот удалось, например, на концерт лауреатов пригласить выпускницу нашей школы Чутюева, Женя. Может быть, ты ее помнишь? Вокалистка. Она закончила в Екатеринбурге вокальное отделение. И она приезжала к нам сюда с концертом. И дала вот такой вот хороший сольный концерт. Вот. Приезжал и Макаревич Максим. Приезжал. Он закончил Краснодарский институт искусств по классу балалайки. Сейчас у него там своя группа. И он концертирует по Краснодарскому краю. Арефьева Галя. Тоже наша выпускница школы. Это совсем она недавно закончила школу. Она закончила Челябинский институт культуры. Именно эстрадное вокальное отделение. Ну, вот договоренность у нас с ней должна она будет к нам приехать. И тоже дать вот такой сольный концерт здесь в школе. Ну, вот. Много ребят. Мальцев Борис. Тот, конечно, все годы он к нам и приезжал, и выступал на нашей сцене. Но сейчас продолжил свое обучение в Санкт-Петербурге, в Институте искусств. И как бы он сейчас учится на режиссер культурно-массовых мероприятий. Так что должно быть интересно. Вот. Лена Зуева тоже каждое лето она приезжает сюда. Институт культуры тоже Санкт-Петербурга закончила. Работает в театре. Так можно перечень большой говорить по каждому. Вот. Наверное, что-то все-таки школа оставляет какой-то след. А сейчас вот среди учащихся и, может, среди тех, кто недавно выпустился, есть таланты, есть такие звездочки, которые могут тоже каких-то высот достичь, как вот все, о ком вы ранее сказали? Конечно, есть. Есть талантливые ребята. Бесспорно. Но я хочу одно сказать, что талант без трудолюбия и желания — это еще ничего. Если будет желание большое и трудолюбие у ребенка, то есть все это будет нормой. И когда все это вместе, понимаешь, поэтому и получаются большие результаты. Есть хорошие ребята. Это, я могу сказать, и Таджибаев, Рустам. Вот. Жалко, конечно, бесспорно Макарцев Никита. Аккордеонист. Очень талантливый мальчик. Очень. Ну, что говорить, если в этом году у нас пять человек наших ребят поступили в музыкальное училище, в Курганский колледж. Поэтому ребята есть каждый год, и они только именно достигают цели-то своей, то есть те, которые хотели этого, понимаешь? То есть желания было больше, чем у некоторых. Конечно, бесспорно помощь родителей. Если родители помогают и вместе с ребенком, ну, результат будет на голову выше. Теперь хочется поговорить о традициях школы. Сохраняет ли она их? Все так же проходят сказки в Новый год, костюмированные концерты. Все так же выходит газета Камертоша. Традиции, конечно, мы сохраняем, приумножаем. Почему? Потому что вот то наше, портфолио наше было как раз вот подготовлено, и фильм построен на традициях. То есть как мы их чтим свято, сохраняем эти традиции? Бесспорно, все старое, все забытое старое, самое лучшее. Единственное, все это как бы приумножаем, делаем еще более интереснее, вводим какие-то новые формы. Но и сказка сохранилась, и газета Камертоша сохранилась. Я принесла тебе показать. Вот это уже вышел 36-й номер Камертоши. И уже цветной. И уже цветной, и цветные уже идут несколько лет. И ребята здесь уже начинают писать свои статьи. Но из таких новых форм, например, у нас появилась форма сольные концерты. Раньше она была, а сейчас она у нас прямо набрала обороты. Я тебе даже принесла показать. Я покажу, вот какие в этом году только уже прошли сольные концерты. На крыльях музыки Ани Бурматновой. Они ходят по классам. Вот такие пригласительные преподаватели приглашают на свой концерт. У Дюлина Артема, посмотри, тоже прошел, пригласил на концерт. Это была фантазия в черно-белых тонах. Вот новая форма. Концерт лауреатов. Раньше его не было. А вот сейчас мы ежегодно делаем концерт лауреатов в школе, где играют все ребята лауреаты, которые такие лучшие, наилучшие места заняли в конкурсах, в фестивалях. Вот они принимают участие. Приглашаем лауреатов как бы прошлых лет. И не могу не вспомнить о таком событии важном, не только в жизни школы, но и в жизни города. Это гитарный ренессанс. Раньше он всегда проходил у нас. Сейчас он проходит в основном в Кургане. Вот вам как директору не жаль, что такой масштабный конкурс переехал в областной центр? Нет, ну прежде всего это же, это и престижно, то, что этот конкурс стал региональным. Вот. То есть и было потом это и удобнее. В Кургане приезжают отовсюду, со всех. Вот, по-моему, 50, по-моему, Станислав Павлович говорил, 50 городов приняли участие в таком конкурсе огромном. И потом все равно места мало у нас, чтобы провести вот такой огромный конкурс. Конечно, это нужна более такая большая аудитория. А как-то продолжать и налаживать связи с другими школами региона, с музыкальными, со школами искусства? Выездные какие-то концерты и бывают? Ну вот мы же, как бы, такая у нас дружба. Школа Побратима, школа номер один, детская музыкальная школа. То есть та школа, которая была открыта в один год вместе с нами. Это была открыта наша школа в 44-м году и первая музыкальная школа города Кургана. Ну, а так у нас есть малые гастроли, где ребята с удовольствием выступают. Коллективы обычно мы ездим в другие школы. Именно нашего зонального методического объединения. Появляются ли в школе какие-то новые молодые преподаватели? Да, появляются. Вот в этом году у нас приехали трое молодых преподавателей. Это семейная пара, преподаватель по классу Баяна и преподаватель спецхора, семья Олешковы. Антон Андреевич и Галина Федоровна. Очень такие перспективные молодые люди. И также Елизавета Сегова. Это класс хореографии. Так что вот трое молодых новых специалистов. В зарубежных школах музыка вообще входит в обязательную школьную программу. Причем не просто дети там поют, они учатся именно играть на музыкальных инструментах. Каждый ребенок. Вот почему у нас в школах такого нет? И вот как вы считаете, вообще стоит каждому ребенку учиться играть на инструменте? Ну как тебе сказать? В школах Прибалтики там флейты, блокфлейты играют дети. То же самое и в Германии. Но мне кажется, прежде всего у нас нет такого количества специалистов научить всех детей. Представляешь? Это сколько нужно специалистов, если нам в школе даже и то кадров не хватает. А так это всех обучить. Но те, кто дети желают, родители, они их приводят. Они идут и в подготовительных группах, и в Центр Лира. Ты знаешь, они, конечно, пробуют свое мастерство, желание. Что, понимаешь, будет у них желание, будут продолжать дальше заниматься. Это же очень сложно, а именно заниматься в двух школах. А так очень жаль, конечно, что вообще образовательных школах практически не стало хоровых коллективов. Вот это плохо. Почему? Потому что, как говорили, запоет школа, запоет народ. Как рассмотреть талант? Только ли какие-то победы на конкурсах являются показателем одаренности? А я уже тебе говорила. Как ты его распознаешь? Талант, конечно, бесспорно видно этого ребенка. Почему? Потому что сразу и интонирует хорошо, и хороший голос, и все он слышит. Понимаешь? Но если не будет, я еще раз говорю, трудолюбия, то ноль этому таланту. Бесспорно, столько вот за годы моей работы, столько встречалось. Бесспорно. Бесспорно талантливый ребенок, а нет трудолюбия, нет желания. Все, ничего ты не распознаешь. Поэтому, конечно, здесь нужна заинтересованность семьи и, конечно, в первую очередь ребенка. Он желает, вот он желает, чтобы это в дальнейшем была его профессия. Или ему краднее этот музыкальный инструмент, понимаешь? Роднее, как говорится, родных. Вот хочу играть на баяне, и ни на чем ни другого. Почему не случайно говорят? У каждого человека есть свой музыкальный инструмент. Одному нравится баян, второму фортепиано. А третьему скрипка. И не надо ему больше никакой. А третий вот хочет играть на флейте, и он будет играть на флейте. Бывают и такие ситуации, когда ребенку осталось доучиться год или даже полгода, но вот они почему-то бросают музыкальную школу. Как быть в таких ситуациях? Самое сложное, подростковый возраст, конечно, разговариваем, говорим с родителями, убеждаем этого ребенка. Ну, может быть, где-то какую-то поблажку даем. Но в целом стараемся, конечно. Это редчайший случай, когда в шестом-седьмом классе наши ребята не заканчивают школу. Это исключено. Стараемся все равно убеждать, чтобы они закончили школу. А как вы относитесь к современным музыкальным предпочтениям детей, подростков? Ну, все равно у нас основное же ведь идет классическое образование. И строгие программы, стандарты. Конечно, нам сложно. Ну, и вообще-то, видишь, учебное заведение. Мы не развлекательное заведение, а именно учебное заведение. Ну, хотя стараемся, в репертуар берут преподаватели какие-то интересные и современные пьесы. Хоры тоже поют, современной музыки, много интересной музыки. Вот. А вот так вот, чтобы какие-то шоу и это... А у нас просто на это даже и нет времени. Вот. Потому что основная все равно это учебная работа. Какие сегодня у школы перспективы? Есть ли какой-то план развития? Что собираетесь делать, улучшать? Ну, план развития, естественно, есть. И он пишется на каждые пять лет. И называется у нас как бы заголовок всего плана развития. Это музыкальная школа как центр развития музыкальной культуры в городе. Ну, что мы пытаемся, что мы хотелось бы? Мне бы, конечно, очень бы хотелось, чтобы в школе был духовой оркестр. Поэтому сейчас я все силы, все силы как раз вот бросила на то, чтобы развить как можно больше духовые инструменты. Вот. Вот сейчас у нас очень хорошо флейток, лорнет, вот это все есть. У нас нет медной группы. Ну, вот сейчас у нас новый преподаватель Дементьев Евгений Викторович, вот, который как раз занимается труба, тенора, тромбоны. Вот как раз вот с этой группой. И вот мы пытаемся, чтобы вот у нас был вот такой вот духовой оркестр. Потому что, ну, красиво это. Ну, вот, естественно, ударные инструменты. Вот сейчас не случайно вот эту премию, которую нам выделили, 100 тысяч, мы покупаем ксилофон. Уже заявка в Екатеринбурге. Все. И вот мы перечисляем деньги и покупаем ксилофон такой вот полупрофессиональный. Но уже дети смогут играть на этом инструменте и в концертах, и везде. Как такой инструмент впишется вот в концертную жизнь школы? Ой, великолепно. Великолепно. Просто надо услышать, потому что это настолько, это тоже и звучит классическая, и современная музыка. Вот. Но очень красиво. Я думаю, это только украсит наши концерты. А почему решили вот на эту премию приобрести именно музыкальный инструмент? То есть неужели у школы нет каких-то других материальных потребностей? Нет. Вот этого, вот это мы бы себе никогда не позволили. То есть почему прежде всего этот дорогостоящий инструмент? Он стоит более 100 тысяч. Вот. Но вот чтобы вот это было значимо, ты понимаешь, может действительно вот с этой вот премии, вот этот инструмент, и как у нас начнет развиваться отделение духовых ударных инструментов, оно так и называется. Столько лет вы уже руководите музыкальной школой, и вот эта деятельность, связанная именно с музыкой, с творчеством, она вас не отпускает. Почему? Прежде всего, школой я уже более 30 лет. В этом году будет 31 год, как я директор вот этой школы. Прежде всего, это мое любимое дело. Понимаешь? Любимое дело, когда вот каждый сантиметр, в каждом, вернее, сантиметре частица моей души. Понимаешь? Поэтому так вот это взять, все бросить, ну а потом, наверное, все-таки есть результаты моей деятельности. Поэтому я пока не могу оставить свое любимое дело. Какой бы вы хотели видеть школу вот через 10, через 20 лет? Вот что бы вам хотелось, чтобы в школе появилось, чего еще нет? Ну, основные все классические направления все есть. Вот, ну, может быть, какие-нибудь, например, компьютерная, может быть, компьютерная музыка. Но это, это очень сложно. Но, может быть, и будут дети, которые будут писать такую музыку. Потому что уже есть это. И целые направления. Ну, наверное, какие-то неожиданные отделения. Даже не знаю, что тебе нафантазировать. Сегодня мы были в гостях у Шадринской детской музыкальной школы. Вы смотрели программу «Интервью». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok